Наши будущие и все остальное. Реально, все же в руках продвинутых, креативных, безбашенных, в хорошем смысле слова, людей, которые не боятся сегодняшних реакций, сегодня такого все реализовано. Конечно, я проводил пример. Если у нас в прошлом году в бюджете молодежного комитета по молодежной политике было 20 миллионов рублей, то в этом году 50 миллионов рублей. Ну, смотрите, в разы, в бюджете плюс 30 миллионов, это же не просто там, тихо, 30 миллионов, а в бюджете 30 миллионов огромное количество программ, вещей, которые реализуются. То, что мы делали за 20 миллионов и что мы состоялись делать за 30 миллионов. Это огромный пласт работы. Это все, опять же, молодежная политика. Молодежная политика – это общее настроение. И довольна. Это, опять же, чтобы было более находчиво, опушусь к семье. Если в семье дети смеются, радуются, 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 смеются в доме, это что, счастье? То же самое в республике, в государстве, если молодежь радуется, смеется, живет, это же счастье. В этом и есть. И тогда и взрослым работать легче. И здесь вот эти показатели, которые сегодня есть, они тесно взаимосвязаны и с молодежным правительством в том числе. Я могу там сейчас сочинять сказки, как они где-нибудь немножко с лопатами в руках работают. Да, и вы где-то все поверите. Но поверьте, в любом случае, работа молодежных правительств, она не 10 лет назад началась, как движение. Когда началось? Буквально два года у нас там в республике. Но эта активность уже проявляется, она видна. И вот эти результаты, которые мы сегодня достигаем во всех сферах, я, например, видел членов молодежного правительства, которые стоят на дорогах и вместе с гаишниками, с работниками ГИБДД контролируют движение транспорта, и бывают водителей, нарушают там. Видел, как членов молодежного правительства, преодолевать различные форумы, мероприятия, масштабы республиканского. И вот эта роль и значимость людей, которые в этом играют, конечно, это большой плюс. И, естественно, это взаимосвязано и с молодежным правительством, и бесспорно, все эти достижения небес нашей молодежи в целом в республике. Это не только плюс, и я ставлю во главу гна на первое место саму политическую молодежную. Поэтому мы и упор делаем огромный на то, чтобы максимально... Кстати, северокавказские ребята, может, и не знают, мы буквально три дня назад открыли первый в Северокавказском федеральном округе «Автодром», как он по-модному называется, я не могу запомнить, «Драгрессинг», да. Уже чемпионат провели из Ростова, из Казандара, ну, в Кавказском федеральном округе были ребята, которые гоняли на машинах. Тоже, опять же, это пожелание молодежи, которое во всех городах, где она есть, где нету таких ребят, самоседших, которые по ночам не будут гоняться по трассе. Везде же они есть. А мы им создали в республике условия. Это тоже, опять же, отношение и к молодежи, и позитив для республики. Почему? Потому что на площадке этой гоночной трассы можно делать много-много-много вещей. Не только гонять на машину, там можно выставки делать, там можно ярмарки делать, там можно конкурс детского рисунка делать, там много-много-много-много вещей, которые там можно делать. Поэтому только первое место и на первом месте самой нашей молодежи и те достижения, которые мы сегодня имеем в республике. Спасибо. 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 С пистолетом, у меня не выбрал герой. Спасибо.